На аллее праведников народов мира появляется новый камень, 17-й, в честь двух отважных женщин из Глузка, Надежды Архипцевой и ее старшей дочери Любови. Рискуя собой в годы войны, они спасли 11-летнюю еврейскую девочку Олю Шульман. Ей удалось чудом убежать от карателей, которые вели людей на расстрел. Хочу также выразить огромную благодарность Бобруйскому городскому исполнительному комитету и еврейской общине Бобруйска за то, что они сделали все возможное, чтобы подвиг этой семьи был увековечен. Мемориал из красного камня напоминает одновременно и крону дерева, и сердце, разбитое пополам. К подножью ложатся цветы и венки. Родные и близкие жертв, представители общественных организаций и молодежь говорят о недопущении возрождения нацизма и необходимости сохранения памяти о трагическом прошлом для будущих поколений. В знак скорби зажженные свечи. В этом стране живут прекрасные люди, которые знают, оценят другие жизни, другого человека. И сегодня у нас появилась возможность им говорить спасибо голосом, громко, потому что они достойны, ежедневное такое упоминание. После в кинотеатре «Товарищ» проходит тематическая фотовыставка и презентация документального фильма «Аллея праведников». Главные герои – те, кто, рискуя собой и жизнью своих детей, спасали евреев от зверств нацизма. В Беларуси известны 676 таких отважных и сильных духом людей. С каждым годом, благодаря историкам и волонтерам, открываются новые имена. Работа, во-первых, длилась очень долго. Мы собирались уже приступить к съемкам и начался ковид. И на два года мы отложили. Потом мы начали уже сейчас в августе и было понятно, что снять фильм надо просто в кратчайшие сроки. Люди в таком возрасте. И всего за пять съемочных дней мы сняли этот фильм. Массовые убийства евреев начались с приходом немецких войск и продолжались до полного освобождения республики. До 1941-го в Бобруйске их проживало около 27 тысяч. Холокост на иврите звучит как шоа, что означает катастрофа. Катастрофа невообразимых масштабов, в которой уничтожено 6 миллионов человек. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.